Пули все равно православные были, не православные. Гибнут все, кто попадается под руку. Понятно, что будет умирать немирное население. В сражении же идут населенных пунктов. Как их разделить? Снаряд же не заставишь лететь. Вот точно всегда. Но иногда не туда лететь, куда надо. Когда мои родители меня не слушают и продолжают поступать неправильно по отношению к моему ребенку, компьютерные игры, я отстраняюсь. И это вызывает обратный эффект. Они обижаются и думают, что они делают очень большое дело, беря к себе ребенка. Можете не давать родителям ребенка? Не обязаны родители отдавать бабушкам и дедушкам детей. Не обязаны вообще. Они сами полностью отвечают. У бабушек и дедушек дети отдыхают. Бабушки и дети дают им любовь. А родителям воспитания. Любовь означает здесь по-всякому. Иногда бабушки и дедушки хорошую любовь дают. А иногда баллы, рожделения испытывают, требования с ними. Но родители имеют другое отношение с детьми. Чувство долга. Более возвышенное отношение, чем бабушки и дедушки. Поэтому родителям не обязательно бабушкам и дедушкам отдавать детей. Если бабушки и дедушки не выполняют их требования, можно не давать. Но будут нарушены отношения. Будут страдать на отношения. В целом родители достаточно твердо предъявляют свои требования к родственникам по отношению к детям. Если родственники не хотят выполнять эти требования, это их проблема. Пускай у них кружится отношение, ничего страшного. Потом бабушки и дедушки выполнят требования и будут свести себя покромнее. Потому что ответственность за детей лежит не на бабушках и дедушках, а на родителям. Понятно, да? Отвечать будут родители, а не бабушки и дедушки за все, что произошло. Бабушки и дедушки просто наслаждаются. Для них это праздник. А для родителей это жизнь, а не праздник. Как определить, хочет человек помочь и имеет свои цели? Подобный случай уже происходил и было больше разочарования и потерь. Запомните, если кто-то с вами общается, чаще всего он всегда имеет свои цели. Просто цели бывают разные. Допустим, если парень с девушкой встречаются, у них всегда свои цели. Они никому помочь не хотят. Это всегда вожделение. И здесь надо просто понять, что если мои цели с твоими целями сочетаются, то здесь ничего плохого нет. Значит, это Бог хочет, чтобы мы были вместе. Но думать, что Он бескорыстно меня любит, это полное безумие. Один молодой человек подошел ко мне и говорит, я вот эту девушку, Олег Геннадьевич, люблю очень бескорыстно. Хотя вы в лекциях говорите, что между мужчиной и женщиной любовь корыстную природу имеет. А я ее люблю бескорыстно. Я говорю, а почему ты именно молодую девушку любишь бескорыстно? Иди вон бабушку полюби бескорыстно. Сразу призвел. Говорит, бабушка, я уже не могу бескорыстно. Про такие бабушки любить бескорыстность, такой бескорыстный. Хочешь наслаждаться бескорыстно молодым женским телом. Но это не бескорыстное наслаждение. Самое, что именно есть. Люди дружат тоже не бескорыстно. Они чувствуют гармонию друг с другом, успокаиваются, поэтому они дружны. Бескорыстной является любовь духовного учителя к ученику. Бога к нам бескорыстная любовь. Все, что связано с Богом, имеет бескорыстный природу. Или приближается к бескорыстному природу. Монахи, монастыри, тоже бескорыстное отношение имеют. Бескорыстность, знаете, в чем проявляется? Я вам сейчас расскажу. У меня есть один знакомый. Ян, когда начинал духовную практику, я к нему относился ревностно. Мне он не нравился. Я критиковал его. Мы занимаемся похожими делами. Когда люди похожими делами занимаются, они конкурируют друг с другом, неосознанно. По мере развития духовного я почувствовал, что он хороший человек. И это чувство ревности в себе убрал. Это уже ближе и к бескорыстию. Бескорыстие — это когда ты можешь дружить с тем, с кем не склонен дружить по природе. Это означает бескорыстный друж. Когда есть общая цель какая-то возвышенная. А все остальное, даже дружба, когда люди просто дружат, это все корыстное. Бескорыстная дружба, духовная дружба. Соратники люди, когда соратники духовные, они... Вот я вот вижу друг своего духовного учителя с его соратниками. Очень бескорыстная дружба. Я вижу примеры, что когда один из них оставляет тело, другой через весь мир все бросает, летит, чтобы побыть с ним, помолиться за него в этот момент. Джордж Кайрисон, он тоже был вот в этом духовном движении, в котором вы видите. Он много написал песен для удовлетворения Бога, будучи в битвусе, и пел эти песни. Алили, вокту, си, мая, свит лод. Ну, то есть, как мой сладкий Господь. Ну, это Кришна называет сладким Господем. Вот. А? А? А ради действенной любови. Тоже корыстная? Корыстная. Она менее корыстная, чем супружеская, но тоже корыстная. Потому что родители, они хотят наслаждаться петьми. Есть бескорыстные чувства у родителей, у всех могут быть бескорыстные чувства, но родители в основном хотят наслаждаться петьми. Если, допустим, у вас бескорыстная любовь, родительская, почему бы вам так же бескорыстно не любить соседа, соседского ребенка? Вы любите своего, потому что от него больше наслаждение. Когда маленький ребенок рождается, мама поцелует его в полку, кискает, это означает вожживение Боженство. Но очень трудно понять, что это вожживение, потому что в нем есть много чистоты в отношении матери, с ребенком много чистоты есть. Поэтому ребенок должен быть бесконечно благодарен матери. Но часто мать злоупотребляет отношения с ребенком. Например, часто мать ограничивает сына от трудностей, желая ему всегда комфорта. Это называется вожживение чистое, потому что мужчина от трудностей крепит, это для него благоприятная имя трудностей. Есть много примеров, как любовь, материнская любовь, кредит человеку, а не домогает. «Слушай, девушка, друг родной, помоги, а за кто мы с тобой не враги, а по правде же сказать, мой родня, ты почти вторая мать для меня». То есть, она его замучила уже. Он начал ее пести петель. это корыстная любовь к дочке. Когда родители поклоняются Богу, то тогда их любовь к детям становится более строгой. Надо знать, что любовь имеет разные соотношения. Допустим, если я просто желаю блага своему ребенку, это тоже любовь. Она имеет достаточно бескорестную природу. Но если я отношу строго к своему ребенку, это более возвышенная любовь. Строгость и жестокость это разные вещи. Когда человек очень сильно любит ребенка, он может к нему относиться строже. Один предприниматель, директор фильма спросил меня, говорит, у меня большое противоречие. Когда я наказываю своих подчиненных, они звереют и перестают работать. А когда я их не наказываю, балую, они балуются и перестают работать. Что будет мне делать? Я не знаю, что с ними делать. Я ему объяснил, что сначала надо служить, учиться своих подчиненных, заботиться о них лично, заботиться в разных ситуациях. И чем больше ты будешь служить подчиненным, тем больше можно проявлять строгость. Но баловать подчиненных никогда нельзя. Надо просто заботиться о них и проявлять строгость к ним. Вот эти две вещи надо делать. Чем баловать и заботиться отличается? Баловать означает греховная деятельность. Ты знаешь, что подчиненный грешит, но ничего ему не говоришь об этом. Это баловать. А заботиться означает, видишь трудности у кого-то, дай ему индивидуальное внимание, помоги ему. Настрой всех, чтобы они помогли. Это забота. Порядок должен быть всегда на работе. Но бывают исключения, человек заболел, отпустил его пораньше. Это забота. А если человек какие-то имеет другие цели, и хочет уйти с работой, надо его не пустить. Это строгость. И ты его можешь не пустить, если у тебя достаточно любви к нему. Ты можешь ему сказать, я тебя не буду пускать. К сожалению, не смогу тебя пустить. Потому что любой другой может по этой же причине подойти ко мне и попросить с тобой. И на работе будет хаос. Но ты должен понять, почему я тебя не пускаю. Потому что я тебя не люблю. Помнишь, ты когда заболел, я тебя пустил с работой. так же родители могут строго относиться к своим детям с любовью. Но для того, чтобы строго относиться к своим детям, надо пройти следующие стадии. Первая стадия. Служить ребенку вниманием. Сделать его благодарным. Благодарный ребенок начинает слушать своих родителей. А еще более благодарный слушаться. Когда ребенок начинает слушаться, это очень высокая развитая стадия отношений с родителями. И это означает, что его можно быть с другим. Иногда с ним. Иногда в каких-то крайних ситуациях. В основном с ребенком надо быть добрым и все ему объяснять из позиции разума. Люди, которые привязаны к своим детям, хотят наслаждаться, у них всегда бывают два варианта. Первый вариант. Они балуют своих детей. А второй вариант. Они ругают их. И то, и другое разрушают их психику. Никакого воспитания нет. Воспитание это когда ты не ругаешь ребенка, объясняешь ему, для этого нужна любовь. Потому что всегда когда нужно объяснять, ребенок не верит родителей. Надо успокоиться сначала, прийти в себя, а потом объяснять. И когда ты наказываешь со строгостью, это тоже аскезер. Всегда настоящая детям или ко взрослым это всегда аскезер. Любовь это всегда аскезер. Потому что в любви всегда хочется одного, а надо делать совсем другое.